Возможно, что кто-то посмотрит это видео и спросит, а что вот, почему бы мне не обратиться к Алексу, для того, чтобы мне Алекс помог найти перевозчика. Ну, естественный вопрос. На чем деньги делаете? Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас в гостях Алекс. Алекс нам будет помогать отвечать на вопросы, которые касаются перевозки грузов, пассажиров из Англии в другие страны. Наши зрители нашего канала, они оставили несколько вопросов. И один из вопросов это касается страховки. В частности, тактика ТВ спрашивает, есть ли у вас какая-то страховка, если вдруг посылка приходит в поломанном виде. Как тогда вы решаете эту проблему? Можете ответить на этот вопрос? Скажу так, что проблему в данном случае решаю не я. И страховку тоже предоставляет не наша компания. А мы предоставляем брокерские услуги. Чем отличаются брокерские услуги от курьеров и перевозчиков? Брокеры просто сравнивают предложения на рынке и относительно вашего запроса. То есть у вас могут быть разные грузы. То есть у кого-то это машина, у кого-то это колечко, у кого-то это стеклянная ваза. И предлагают вам самое выгодное предложение на рынке относительно вашего запроса. Единственное, что мы предлагаем не только выгодное по цене, но и с учетом репутации. Потому что то, что вы дешево заплатите, а у вас, например, та же ваза придет не целая. То есть никому от этого легче не станет. И чем мы, соответственно, отличаемся от простых курьеров и перевозчиков? Тем, что мы можем покрыть большой ассортимент спроса. То есть я так понимаю, вот как раз здесь еще один вопрос, может, вы на него уже, скорее всего, ответили. Расскажите, чем ваш сервис лучше других, расценки, способ доставки, сколько времени занимает и так далее. То есть, ну, я так понимаю, то есть вы не перевозчик, вы брокер. Как вы с вами говорите. И, соответственно, у вас нет никакого автопарка. То есть вы принимаете предложение. Да. И я добавлю, так как я ранее работал достаточно долгое время с так же частным курьером. То есть я могу предложить, как индивидуальный подход сделать. Да, то есть я понимаю, что, то есть как чаще всего брокеры по страховкам, да, то есть они выбирают выгодное просто предложение и очень-очень редко смотрят, что, ну, то есть берут во внимание случаи, то есть какие происходили. Да, то есть в основном это по цене происходит. Как мы делаем? То есть мы подбираем не только по цене, но и чтобы, как я сказал ранее, чтобы ваш груз целиком добрался. Ну да, то есть брокер по перевозкам, да, скажем так. А вот что касается все-таки страховки. Страховки есть у крупных компаний и у частных. Да, то есть это частных принимателей. Чем отличаются? Крупные компании, они предоставляют их, то есть это по умолчанию чаще всего от 50 до 100 фунтов. Давайте возьмем определенный пример, да, то есть возьмем ДПД. То есть предоставляют страховку по умолчанию от до 100 фунтов, но, скорее всего, в этой страховке никогда не воспользуетесь. Отвечу почему, потому что у ДПД есть достаточно большой список. Кстати, не воспользуйтесь, если у вас будет, ну, стандартная, как отправка посылки домой, да, то есть там куча причиндалов, разный ассортимент, да, то есть вот маленьких колечек, игрушек, да, это под Новый год. Отвечу почему, потому что у них достаточно большой список ограничений, в которые, и это не 5, не 10 пунктов, в которые в любом случае, ну, я уверен на 99%, что хоть маленькая вещь в вашем грузе, да, то есть она попадет под этот список. То есть можно попытаться, конечно, сравнить, но чаще всего люди не попадают в него, да, то есть, соответственно, страховка не компенсируется. Но вот за эту страховку платить не надо, как я понял, то есть она по автоматам, да, уже зачисляется, или как ДПД, да? В 50 до 100 фунтов она входит сразу, как только вы заказываете, да, то есть это становится достаточно выгодным вариантом. То есть посылочку в размере, до 30 килограмм в размере чемодана можно отправить по Европе, где-то в районе 30 фунтов, да, с трекингом, с доставкой на дом, да, то есть от вас и на дом. Но, как я сказал, есть ограничения, да, и ограничения бывают настолько комичными, да, что вы не можете отправить швейную машинку, никакие жидкости, да, и у нас был непосредственно случай, когда ДПД не покрыло, просто по причине того, что посылка была отправлена в чемодане. Да, то есть, как бы... Алекс, а вот почему именно здесь компанию ДПД, вот почему именно ДПД? Вот я знаю, есть компания ТНТ, то есть это... ДПД это самое крупнейшее, или почему именно ДПД? Вы больше, наверное, сталкивались и выгоднее по цене предлагают, и достаточно агрессивная реклама по ссылкам по Европе, да, то есть ТНТ такой больше из-за Европы выходит, да, то есть ДПД вы сами по Европе предлагают. И выгодные предложения, то есть они достаточно низкие. То есть вот если я хочу отправить посылку, грубо говоря, из Англии в Латвию, то для меня самый лучший вариант это обращаться просто в крупную компанию ДПД. Если при этом вы тщательно ознакомитесь с листиком более чем 100 пунктов запрещенных товаров к пересылке, да, то есть если что-то потеряется, то вам, соответственно, не будут компенсировать, потому что если что-то случается, да, то есть на нашем примере у нас была просто потеряна посылка, да, то есть ДПД куда-то ее испарилась, да, то есть они в первую очередь какой запрос? То есть вам не сразу говорят, типа, здравствуйте, мы подтверждаем, что посылка потерялась, да, то есть там, вот вам деньги, да, то есть первое всего они спрашивают перечень товаров, которые были в посылке. Да, то есть обязательно, если через такие будете отправлять, составьте список подробный. Далее они сравниваются со списком, который у них запрещенных товаров, да, то есть если что-то совпадает, соответственно, страховку не совмещают. Вам просто ссылаются на определенный пункт, сори, вот это нельзя было сделать. Вам просто ответят в вежливом тоне, спасибо, всего доброго, до свидания, да, то есть мы рады были вам попытаться доставить, но, к сожалению, вот так. Любые жидкости, швейная машинка, посылка в чемодане, вот ДПД, условия, да, что это все запрещено и страховка отменяется. То есть получается, если я отправил мед, и он где-то пропал из Латвии в Англию через ДПД, получается, это и все, как бы ничего сделать не могло. Это еще при том, что даже если, может быть, не пропал, мед могут просто вскрыть, да, то есть если на нем конкретно не будет написан мед, да, то есть это жидкость, ее могут проверить, при том, такие вскрытия происходят, даже если вы отправляете, например, через тот же ТНТ, да, то есть с одного города в Англию в другой, да, то есть если это рядом, это не значит, что никто по дороге не будет вскрывать. Если вы ознакомитесь подробно со списком, да, то есть достаточно шикарно, они в течение пяти, максимум семи дней доставляют, да, то есть это идет через фуры, главное хорошо запакуйте, вот, трекингом и на дом, да, то есть и удобно. То есть крупные, крупные перевозчики, крупные компании, там надо внимательно читать их полиси, правильно? Очень подробно. Хорошо, а что касается тогда вот частных курьеров, то есть страховка у частного курьера вообще, это что тогда такое? У крупных компаний это денежная, у частных компаний это в основном даже не денежная, хотя они пытаются, ну, то есть грамотный маркетинговый ход показать, что это денежная компенсация, да, то есть в основном от 10 фунтов, по-моему, предлагали, если я видел страховки, да, то есть некоторые частные предлагают, это прежде всего репутация, да, то есть что сделают, то есть мы, предположим, заплатили за страховочку, да, что прежде всего сделает курьер? Он попытается вашу посылочку положить повыше на полочку и поближе к сердцу, да, то есть есть так называемый ящичек рядом с водителем, да, то есть под пассажирским местом, вот туда еще кладут, то есть если у вас там телефон, и стараться не покидать машину под длительным надзором, да, то есть так как прежде компенсировать придется, но, естественно, они не хотят, да, ничего такого делать. И вот что отличает частников между собой? Мы видим очень много объявлений в интернете, да, то есть все там и по цене хорошо, и в любое время, и любой груз, и договоримся, то есть если, как я говорил ранее, что если предлагают перевести все, то убедите такого курьера, да, то есть такого просто невозможно, не бывает. Чем, что их отличает? Их отличает репутация, да, то есть так как у всех одинаковое объявление, да, там каждый рисует картинки по-своему, да, то есть их отличает репутация, то есть это опыт, это отзывы, это решение проблем, потому что проблем бывает у всех, то есть как мы их решаем, да, то есть вот страховка, это прежде всего, то есть дополнительный присмотр за ваши посылки, за деньги. Ну вот, Алекс, все-таки вот, ну а как тогда, что мы можем ответить по поводу тогда страховки у частного курьера, то есть, ну вот если, может у вас был такой случай, когда вы посылали через частного курьера, и посылка приходила в поломанном виде, неликвидном? Предоставляли страховку, но эта страховка, это было просто дополнительное внимание водителя к вашей посылке, да, в случае, конечно, если что-то, несмотря на тщательный присмотр, что-то случалось, конечно, покрывали в оговоренном по пунктам порядке, да, но если, например, вы просто не брали свою страховку, да, то было как минимальное просто покрытие, да, ну то есть оно составляло, по-моему, на тот момент еще в латах, да, то есть 50-70 лат, не больше, да, потому что посылок достаточно много, как вы понимаете, частное лицо, да, то есть едешь сам, да, расстояние очень большое, труд достаточно тоже злостный, да, и если начать покрыть просто все посылки, а посылок от разных лиц бывает свыше сотни, да, то есть умножится 100 посылок на, там, хотя бы 50 лат, да, то есть это получится просто громадная сумма, и, ну, то есть больше, чем один рейс делать в убыток, а кормить семью, дети, там, соответственно, больше 50-70, если ничего не было по-другому оговорено, просто это не покроет, но даже это, это, ну, то есть покрытие в размере такой суммы, да, то есть я считаю, что это, ну, то есть лучшее, что может сделать курьер, если ничего не было оговорено по-другому, да, то есть у меня был случай, когда у человека украли прицеп, даже не прицеп украли, а просто открыли его, да, то есть там, естественно, все возмущались, а как же, это у меня там на 700, на 1000, что нравилось, то, что все запросы при этом, ну, то есть, там, люди, когда звонили, да, то есть их стоимость посылок увеличилась с каждым их следующим звонком, да, то есть вначале 50 пропало, потом 100, потом на полторы тысячи уже фунтов пропадало, то есть посылка на самом деле была, да, то есть человек, что сделал, просто покрыл на определенную сумму, по-моему, тогда уже в евро было, это где-то 70 или 75 евро, да, это не покрывает все, но это подает, что ему не все равно, и он дорожит своей репутацией. Я вообще, то есть, послушал, и у меня сложилось лично такое впечатление, что если я отправлю посылку, если я отправлю посылку, то она, если она придет в поломанном виде, то, получается, я, в принципе, никак не могу вернуть не ее стоимость, то есть, ну, как бы, все очень, все очень так, все очень-очень мутно, то есть, как я понял, крупные компании, они, у них очень-очень большой список того, что вы не можете перевозить, у частных курьеров, получается, так сказать, частные курьеры, у них, грубо говоря, они не могут просто страховать все посылки, правильно, то есть, получается, что... Посылки бывают разные, да, то есть, всю машину застраховать еще и с разным грузом, да, то есть, у кого-то в маленькой коробочке лежит айфон, а у кого-то трусы, да, то есть, нельзя все застраховать одинаково, и ни одна страховая компания, то есть, почему я говорю, что страховка частного лица, это всего лишь их репутация, да, хотя это очень много, на самом деле, больше, чем у ДПД, ДПД потеряет одного не страшно, да, то есть, у них все равно, а частный клиент, ну, вы сами знаете, что плохие новости расходятся быстрее, да, то есть, а у частного клиента это будет хорошо бить, да. А что делать, вот, через частника, хорошо, с крупной компанией, я понял, то есть, нету, нету запрещенного вещества списки, они вам возместят убыток, вот, как в вашем случае, то есть, я понял, отправили чемодан, чемодан не отправлять нельзя, извините, до свидания, чемодан пропал, ничего не вернули, а что касается, вот, частных перевозчиков, то есть, я отправил, ну, не знаю, что там, мобильный телефон, еще что-то, страховку, например, не оформил, ну, хорошо, это понятно, страховку оформил, телефон пришел, например, разбитым, разбитый дисплей, какие есть рычаги давления, как я могу, что я могу делать в этом случае? Я, чтобы порекомендовал, то есть, без рычагов давления, не надо агрессии там, где и не нужно, да, то есть, прежде всего, отправлять через проверенных, да, то есть, проверенных, возможно, нами, да, или сами делать ресерч, да, то есть, смотрите репутацию, как давно человек работает, потому что, чем более агрессивная реклама, да, то чаще всего оказывается, что человек работает, там, максимум, несколько месяцев. Алексей, извиняюсь, сразу хотел бы перебить и тогда спросить, может быть, вы можете описать критерии, то есть, как найти перевозчика доброкачественного с хорошей репутацией, какие критерии отбора? Если решите сами делать этот поезд, то, прежде всего, посмотрите, как долго работает вперед, посмотрите, возможно, фотографию, да, то есть, там, что доставляли, посмотрите отзывы, да, обязательно обратите внимание на самые плохие отзывы. Если человек, так называют, только появился, да, то есть, какую бы цену он ни предлагал, даже не пытайтесь. Секретного ничего нету, просто очень много сталкивались, да, то есть, делали свои же ресерчи, и это очень много времени, да, то есть, еще скажу, что, обращаясь к нам, цена доставки при этом не меняется, да, то есть, как если бы вы обратились напрямую или через нас, да, цена доставки при этом не будет меняться дополнительно обезопасить себя можно просто во-первых обратившись то есть соответственно если вы везете iphone айфон это маленькая посылочка и дорогая посылочка да то есть хорошо бы хоть она хотя бы в автобусе на 10-17 кубов кубиков просто не потерялась да то есть я бы что предложил подойти к курьеру напрямую когда он доплатить что-то и сказать уважаемые пожалуйста положи себе к сердцу да и грязи то есть это больше всего вероятность а также упакуйте правильно потому что был вот в самом начале мы начали вопрос того что если ваша посылка придет чуть-чуть там побитая покоцанная как это не звучит грубо как бы это не звучал грубо но сами виноваты да то есть если вы пакуете вазу в тряпичный кулек да то есть не удивляйтесь что ваза пришла по частям потому что ну нету в автобусе автобус длиной там пять метров на два шириной это 10 кубов квадратных метров основания но нельзя все посылки положить на дно и обложить подушками это просто невозможно вопрос загружен автобус загружается примерно две тонны соответственно каждый на каждую посылку внизу давят ну хорошо если 200 килограмм и поверьте если курьер просто случайно наступит на вашу посылку это еще не самое печально да то есть печально просто могут остальные посылки раздавить а никто не будет их взвешивать и укладывать по одному весу потому что даже посылки бывает плюс минус одного веса учтите что одна будет на другой то есть упаковывайте хорошо да то есть с учетом того и это вам скажут полностью любой даты с этим дпд вы также запаковали вазу даже если бы ее можно было бы перевозить хоть это тоже в списке запрещенных вещей да то есть если она придет разрушена вам если никто не покроет ну а если имейте просто ответственность за то что отправляется но вот алекс у вас вообще вот на вашем опыте то есть было что-то когда у вас там били или украли посылку или то есть какой так сказать история успеха вот у меня разбили вазу я смог или у меня украли вазу которую я отсылал японию и я смог возвратить за нее деньги то есть были ли у вас такие случаи и как вы действовали или что когда у вас что-то украли какую-то посылку разбили или помяли отлично у вас конкретно ваших клиентов может быть у наших вот через клиентов как я сказал был случай когда украли просто несколько посылок с прицепа да то есть там конечно немножко ошибка была самого водителя без присмотра оставить такой достаточно дорогой груз это надо головой десять раз подумать да но несмотря на этот человек пошел навстречу и покрывал в размере 70 евро каждой посылки насколько мне известно до остались недовольны потому что большинстве случаев перед это было перед рождеством да то есть посылка очень ну то есть каждый групп небольшая коробочка да то есть там подарки что такое подарок на 70 фунтов да это платочка платочки вас никто не дарит на то есть у нас дарят какие-то уже игрушки подороже да то есть электронику но разные вещи бывают да то есть может быть колечко какой то соответственно даже несколько чемоданов да то есть это уже один чемодан это уже не далеко не 70 но человек покрыл пошел навстречу хоть если остались недовольны алекс вопрос возник еще когда вы сказали насчет брокерских услуг то есть ну возможно что кто-то посмотрит это видео и спросят а что вот почему бы мне не обратиться к алексу для того чтобы не алекс помог найти перевозчика ну естественный вопрос то есть секрет фирмы не секрет фирмы на чем деньги делаете хорошо не ну понятно я по понятно что да вы привлечение клиента то есть чтобы чтобы просто человеку понятно не было как это вообще то есть вы привлекаете клиента перевозчиком и за за время мы занимаемся можно сказать рекламы да то есть предоставляю и притом мне очень нравится это так как мы предоставляем больше клиентов непосредственно тем курьером которые так сказать это заслужили да там потом и кровью да то есть хорошо реагировали в сложных ситуациях да то есть перевозили достаточно дорогие грузы да по достаточно дорогими я имею ввиду часы от пяти тысяч фунтов да то есть из об вот то есть мы отправляем клиентов к тем курьером за которых выручаемся а за счет этого да то есть мы им экономим рекламу до которым уже этот процент получаем понятно ну просто все ну и тогда давайте может расскажите как с вами связаться вообще можно можно обратиться по email skype и я думаю даже телефон может быть оставить в описании под этим видео хорошо спасибо но мы не забыли о других вопросах мы можем быстренько по ним пройтись тактика тв ну вот расскажите чем сервис лучше то есть в принципе я считаю что вы рассказали о своем сервисе страховках вы рассказали все конечно очень печально я так понимаю страховка в общем даже на 1 смысла нету страховку брать по крайней мере мне так видится после этого рассказа значит сервис у алекс это значит он у нас брокер по перевозчикам были еще вопросы попросили снять подробно перевозках посылок из латвии в англию вот я честно говоря не знаю алекс что можем мы по этому поводу сказать и я так понимаю человек нара просто хотел подробно чтобы вы описали наверно процесс я думаю это такая отдельная тема да то есть прежде всего ну просто как делать свой запрос то есть я скажу из примеров маленький такой примерчик да то есть не надо если у вас курьер спрашивает какие размеры вашей посылки не надо предоставлять только два параметра да то есть длину и ширину то есть мы помним что наши посылки это не блин да а согласно математике изучаем их в школе я надеюсь все изучали да то есть для предоставления объема то есть сколько посылка занимает нужны три параметра длина высота и ширина то есть не меньше потому что иногда присылают там моя посылка 20 на 40 до простите мы пластинки за что мы возьмем за пластинку если ты конечно бетонная пластинка такая такой без ширины то есть первую очередь нам нужно нам нужно определить объем посылки и вес и вес лучше всего и более четко вам предоставят предложения если будут известно то есть вы вначале запаковывать посылку а потом взвесив ее и посмотрев размеры вы интересуетесь я расскажу от лица заказчика да то есть я как будто я сам отправляю во первых я пакую коробочку вот на примере да если можно из за из риги вот из латвии в англию я сижу в риге пришел отправить пакую коробочку взвешиваю коробочку обязательно убеждаюсь что посылочки нету запрещенных предметов перевозки согласно законодательству любой из стран входящих в евросоюз потому что если конечно границ конкретных нет но это не значит что не проверяют да то есть на границе германии и франции очень четко проверяют а также перед въездом в великобритании то есть не надо пытаться провести то что не надо мы прекрасно знаем этот список обычно публикует любой курьер любой уважающий себя курьера да то с него уходит алкоголь сигареты наркотики и так далее да то есть вот не надо такого перевозки убеждаю и так убеждаемся что запаковываем убеждаемся что там нет ничего запрещенного взвешиваем смотрим три размера понимаем как нам быстро надо уточняем у друга когда он может принять это вообще посылу потому что есть такие которые просто не могут принять тогда когда курьер можно оставить то есть возможно уточняем у друга то есть какие у него варианты на всякий пожарный уточняем такой вариант что но сами знаете дорог дорога длинная случится может что угодно и доставить посылку могут уже чуть чуть позже или чуть-чуть раньше чем оговоренное время Может быть какой-то вариантик, что у соседей оставить Или в магазине рядом Такой вариант вообще было бы шикарно Уточняем у друга его возможности И после этого уже отправляем все свои пожелания Или нам, или непосредственно курьеру И тем самым намного будет удобнее И быстрее вам предложат какой-то вариант доставки Когда это могут сделать Также просьба приложить контакты И той, и другой стороны И отправляющие, и принимающие И альтернативные, конечно Потому что как назло бывает Что именно когда доставляют У кого-то не включается, не подключен телефон То есть если телефон не подняли Чаще всего просто на адрес не едут Так как тот откроет дверь ночью И тогда уже обращаемся Ну я думаю, в принципе все понятно тогда Если мы немножко ответили на этот вопрос Но так как человек ожидал Пожалуйста, отпишитесь нам в комментарии Что конкретно вам было бы интересно услышать И здесь был еще один Очень интересный вопрос Это снимите Извините Так, еще был один интересный вопрос Это про перевозку животных Я думаю, сегодня мы уже, наверное, не будем Записывать ответ на этот вопрос В связи с нескладкой времени Но думаю, в следующий раз Потому что Алекса Был очень интересный случай Когда он перевез Точнее, не лично он А когда его попросили перевезти Какое животное вас попросили перевезти? Питона Маленького питона Маленького питона То есть вот человек попросил перевезти Маленького питона из Англии в Латвию, да? Да, совершенно верно Человек возвращался домой Тут у него был шикарный питон Маленький И он хотел взять своего любимца с собой Ну вот, то есть, как мы видим Да, как мы видим На практике Алекс сталкивается с такими случаями Вот, так что, пожалуйста Оставляйте комментарии под нашим видео Что бы вы хотели еще узнать Тут, в принципе, стоит упомянуть Что Алекс занимается не только перевозками Занимается еще и переводами Переводами денежными Денежных средств То есть, прямо Алекс у нас Он универсал Универсальный Универсальный солдат Вот И если вас интересуют Также такие вопросы Как перевезти деньги за границу Я думаю, Алекс нам сможет тоже Дать некоторые ответы Алекс, можете прокомментировать это Ну, не только между Англией и Латвией Да, то есть, я перечислю все страны Это вся Европа Америка Россия Украина Практически в любом направлении Так, ну это вкратце по поводу ваших вопросов Да, то есть, если что-то было непонятно Может быть, что-то обширнее Может быть, не совсем тот ответ, который вы ожидали Да, то есть Или, может быть, вы скажете Какой результат Ну, то есть, что вы из этого заключили Да, то есть, я скажу, насколько это правильно То пишите Пишите И обязательно в следующих выпусках Уже отвечу вам подробнее Насколько смогу И так В следующих выпусках Жтем великолепный рассказ Алекса Про перевозку питона Из Англии в Латвию А также Ответы на ваши новые вопросы Спасибо, друзья До свидания Продолжение следует... Продолжение следует...